В этом уроке мы поговорим о NanoMesh. Сначала откроем простой 3D-плейн. И сразу переходим в режим редактирования. Как вы помните, этот плейн еще не может быть подвержен скульптингу. Это по сути примитив, поэтому открываем вкладку Initialize и устанавливаем размер 1 на 1 деление. Количество делений можно увеличить, но я хочу оставить его 1 на 1. Далее конвертируем его в PolyMesh 3D и теперь его можно скульптить. Я начну раскрасанно на Mesh с единственного полигона, поскольку ряд инструментов доступны только в этом режиме. Поэтому я открываю панель кистей, выбираю группу IMM и в ней выбираю Industrial Parts. По существу NanoMesh это тип кисти, работающий совместно с Z-моделером. Нашу кисть Insert Multimesh мы в меню кистей конвертируем в NanoMesh. Как видите, теперь она сконвертирована. И теперь если мы применим Z-моделер, нажмем пробел, то увидим, что у нас выбрано Insert NanoMesh. И работать она будет по отдельному полигону. Добавлю болт на поверхность этого полигона. И теперь в меню настроек могу определить, в частности, Тайленния, например, 2х2. Даже давайте что-нибудь посложнее, 4х4. Далее есть возможность выбора паттернов. Можно выбрать, например, границу. Можно выбрать и другие варианты паттернов. Вот так они выглядят. Диагональные линии. Мы здесь определяем, каким путем NanoMesh будет распределяться по полигону. Моя модель не будет состоять из одного полигона, она будет сложнее. Но механизм здесь тот же самый. Определение, каким путем NanoMesh будет распределяться по каждому из полигонов. Давайте я покажу вам более наглядно. Открою полисферу. Сделаем ее попроще. Если теперь мы применим NanoMesh к отдельному полигону, то увидим ту же самую картину. Необходимо предварительно удалить уровни подразделения. Добавляем болт и определяем, как он будет Тайлиться. Также определяем метод, каким болты распределяются по полигону. Как правило, NanoMesh используется совместно с Тайлием. Наверное, это самый простой способ для понимания NanoMesh. Это своеобразный способ добавления вторичных деталей на поверхность преимущественно модели с жесткой поверхностью. Можно при желании добавить дополнительную деталь, как бы вторым слоем. Выбираем другой тип болта. Добавляем его на поверхность. Вот здесь видно, что индекс изменился на 2. Это первый NanoMesh. И это второй. Давайте изменим количество способ. Распределение по поверхности и размер. Второго NanoMesh. И теперь у нас есть два отдельных NanoMesh. Для переключения между паттернами можно использовать вот этот ползунок. Вместо того, чтобы выбирать их, кликая по этому списку. Давайте посмотрим, каким образом мы можем применять кастомную кисть Insert Multimesh с функцией NanoMesh. Загрузим ZTool. Материал давайте изменим на базовый второй. Эта модель состоит из нескольких саптулов. Давайте рассмотрим их по порядку. Это череп. Комбинация трубок. Пластина с рельефом. И такие лопасти. Я конвертирую эту модель в Insert Multimesh кисть. Как вы помните, для этого в меню кистей нужно кликнуть по опции Create Insert Multimesh Brush. Теперь давайте трансформируем эту кисть в NanoMesh. Предварительно давайте добавим поверхность, на которой мы сможем это посмотреть. Выберем куб 3D. Изменим размер куба. Поскольку он еще не полимер 3D, то можно сделать это во вкладке Initialize. Количество делений. Сделаем это. Пусть будет 3х4. Далее жмем Make Polymer 3D. Это становится полигональным объектом. Далее жмем B, чтобы открыть панель кистей. Z, чтобы выбрать Z-Modeler. Выбранный Insert NanoMesh. И здесь выберем Flat Island. При этом NanoMesh добавится на вот этот плоский островок. Открываем меню кистей. Выбираем кисти. Конвертируем на NanoMesh. Жмем M и выбираем вот эту панель. Однако она применяется только к этому одному полигону. Так что давайте выберем Flat Island. И добавим эту панель на каждый из полигонов этого участка. Далее переходим к настройкам NanoMesh. Активируем пропорции. И адаптируем при помощи ползунка. Настраиваем ширину и высоту. Если мы посмотрим сбоку, то увидим, что NanoMesh выступает над поверхностью. И вот этим ползунком мы можем регулировать, насколько глубоко он погружен в нее и насколько далеко выступает. Это был первый NanoMesh. Снова жмем клавишу M. Выбираем теперь трубки. Начинаем наносить их. Зажимаем Shift. И они фиксируются на данном месте. Теперь у нас два NanoMesh. Если бы мы просто нанесли второй, то получилось бы вот так. А если зажимаем Shift, то второй наносится поверх первого. Выбираем пропорциональность. Подгоняем размеры. Подберем параметр Offset, чтобы NanoMesh выступал не слишком далеко над поверхностью. Можно вращать. Итак, у нас два NanoMesh. Два индекса. Первый это пластина. И вторая это трубки. Жмем M и выбираем третий. Элемент это череп. Но его бы я хотел расположить несколько по-другому. Чтобы присутствовало некоторое разнообразие. Вращаем его, чтобы он принял правильное положение. Конечно, он уступает из поверхности слишком далеко, поэтому сместим его. Я не хочу, чтобы все черепа выглядели настолько одинаковыми, были бы идеально правильной формы. Поэтому я намерен внести некоторую вариативность. Для этого добавляем небольшое X-вращение и X-вариацию. Чем больше значение, тем больше вариативность. Подбираем вариативность также по оси Y. и вращение по ней. Таким образом удалось создать довольно симпатичную вариативность. Черепа теперь не выглядят идентичными. И теперь выбираем последний элемент. Лопасти, располагаем их за плоскостью. Уменьшаем размер и при помощи Z-Offset смещаем их выше. Получился такой довольно интересный эффект. Также я могу сделать более интересный задний фон при помощи случайного распределения. распределить лопасти вот таким образом, что создаст совершенно другую поверхность. Я могу придать им вращение. Вращение на 180 градусов по оси Y позволяет создать вот такую интересную текстуру. Можно также изменить параметр Random Seed. Этот параметр определяет вариативность заднего фона. И снова при помощи Z-Offset более тонко настраиваем положение на поверхности. Я могу продолжить и использовать это так, как оно и есть, как нано-меш. Однако в меню Render я выбираю BPR Shadow, устанавливаю угол, в меню Свет определяю направление его и делаю быстрый BPR Render. Рендер будет создан с учетом нормальной геометрии и ночными тенями. Рендер это, как любая другая геометрия. Однако сюда можно добавить фактическую геометрию. Это очень просто сделать. В меню Geometry кликаем Convert BPR to Geo. Если посмотрим на список саптулов, то увидим, что здесь у нас один элемент. В меню Geometry видим, что уровней подразделений нет. Количество активных точек сейчас 86. Если я теперь конвертирую BPR в геометрию, то увидим, что количество активных точек резко подскочит. Поскольку мы конвертировали все эти наномеши в фактическую геометрию, поэтому отменим это и вернемся к нашему наномешу. Предположим, вы хотите что-то изменить в одном из наномешей. Вы открываете соответствующее меню и перемещаетесь между индексами. Допустим, мне нужен индекс 3. Индекс 3 это FanBlade. Я изменю это при помощи других инструментов. Жму клавишу B, чтобы открыть кисти I для Insert и выберем Insert Breaks. Далее открываем меню кистей и конвертирую этот кирпич в кисть наномеш. И теперь, если я нажму клавишу M и выберу один из доступных саптулов здесь, и теперь заменим эти FanBlade при помощи кирпичей. В нижней части меню наномеш есть вкладка Inventory. В ней кликнем по кнопке Replace Nano Mesh from Current Brush. И теперь FanBlades у нас заменились кирпичами. Можно поменять случайное распределение. Попробуем выбрать значение 0, добавить вращение по оси Z. Также добавим Offset по оси Z, чтобы кирпичи были более видны. Давайте сделаем негативное вращение по оси Z. И теперь добавим рандомное отображение. Теперь можно изменить размер кирпичей, поскольку сейчас они очень велики. Увеличим параметр случайного распределения. Если же я захочу сместить их обратно-назад, то мне нужно применить функцию ZOffset. С ее помощью можно смещать кирпичи в обоих направлениях. Если вы хотите что-то удалить целиком, то кликните по кнопке Delete One, при этом удалится текущий выбранный наномеж. И теперь у нас два индекса. Отменим это. У нас снова три индекса. И если мы удалим кирпичи, то у нас снова останется два. Таким образом, наномеж – это очень мощный инструмент. С его помощью можно растиражировать отдельно выбранный элемент по всей поверхности модели или по нескольким выбранным полигонам. Это очень полезно при создании деталей поверхности, а также для создания новых элементов окружения, деталей машин или любых других объектов, которые вы планируете создать. По существу вы получаете возможность заменять образцы геометрии модели вашими собственными, что, конечно, дает широкий простор для творчества. Продолжение следует...